Еще, как говорится, на заре нашей юности и в начале нашей семейной жизни попали мы с мужем в далекий колхоз, где-то на Урале. Давно это было, лет сорок уже минуло с тех пор. Я только что закончила пединститут и отправили меня туда по распределению учителем в сельскую школу. Да, так раньше было. Государство тебя учило несколько лет бесплатно, а теперь будь добр отработай по-честному три года там, куда пошлют, а потом уже иди на все четыре стороны. И в какой-то степени это было правильно. Я работала в школе, муж в колхозе на тракторе. Детей своих у нас тогда еще не было. Поселил председатель нас в деревянном доме на двух хозяев. Через стенку проживала старенькая бабушка по имени Феодосия. Правда, она просила, чтобы мы ее бабой Феней называли, да собственно говоря, ее так вся деревня величала. Не помню, сколько ей было на тот момент лет. Жила она одна, мужа уже не было. Хозяйство практически не вела. Так несколько грядок в огороде. Во дворе бегали пять-шесть кур на забаву, думаю, с которыми она любила разговаривать. Лицо бабы Феней изрезано глубокими морщинами, а глаза ласковые. Хорошая была старушка, добрая, заботливая. Столько бед и лишений выпало на долю того поколения, что они научились ценить жизнь во всех ее проявлениях, научились беречь все живое. Не помню, по какому случаю мы поругались с мужем. «Да гори все огнем!» – крикнула я в сердцах. Хлопнула дверью и убежала из дома заплаканная. Весь день в школе проревела, домой так не хотелось идти. Взяла себя в руки, глаза распухшие от слез припудрила и пошла. Возвращаюсь с работы. В одной руке тетрадки на проверку, в другой продукты сельмага. Весна на дворе, солнышко тепло. Баба Феня сидит на лавочке возле своего палисадника. Это ее любимое место. Надо сказать, кто бы не шел мимо, всегда присаживался хоть на минутку возле бабы Фени поговорить. Для всех у нее было доброе слово. «Присядь-ка на минутку, милая! Присядь, присядь!» – настойчиво попросила баба Феня. Видимо, что я хотела пройти мимо. «Вижу, хмурая ты какая-то! Что случилось?» Не хотелось мне делиться с бабой Феней своими проблемами. Я промолчала. «Ну не говори, коль не желаешь. Я сама тебе скажу, милая, потому как знаю, что невеселая ходишь». С мужиком поругалась. Слышала я утром, как ты кричала. «Пусть горит тут все огнем!» Помолчав еще немного и вздохнув, сказала. «Ты, милая, задержись немного возле меня. Я тебе кое-что из своей жизни расскажу». Замуж я рано вышла. Восемнадцатый годок шел, а Петру моему девятнадцать было. Перед войной у нас уже двое ребятишек родилось. Ох, как трудно было одной! Но, слава Богу, Петру живой вернулся, правда, немного раненый. Полегче сразу стало. Радовались, что вместе теперь. «Пете моему я не перечила. Понимала, через что мужики на войне прошли. Если вижу, что сердиться начинает, смолчу. Глядишь, и он отошел». Берегла я Петю своего. Каково было бабам, у которых мужики с войны не вернулись. И дом берегла и детишек. Дом ведь этот когда-то весь семье нашей принадлежал. Мой муж его сам отстроил после пожара. В нем и сыночек наш младшенький народился. Это уж потом. Как осталась я одна на всем белом свете, отписала половину колхозу. Они туда молодых специалистов селят, вроде вас. «А что? Одной мне места много не надо. А когда за стенкой жизнь протекает, и мне веселее». «А что за пожар?» – переспросила я у соседки. «Погоди, все по порядку. Не лети впереди паровоза», – отвечала баба Феня. «Так вот, ты же знаешь, леса тут вокруг деревни наши и знатные. Вот ребятишки с измольства и бегают туда, то по ягоды, то по грибы». Как-то раз после очередного набега на лес принесли они корзинку тяжелую. Ели ее вдвоем дотащили. А в корзинке той кабанчик, свинка значит лесная. Маленький такой полосатый, как барсучок, глазки в кучку, и пятачок розовый ходуном ходит. Я ругаться на них, схватила мокрую тряпку и давай по заднице охаживать. Нечего, мол, зверье лесное в дом тащить. Пусть живет в лесу, там и где положено. Пацаны в рев, и ну объяснять, что сами видели, как мужики с ружьями всю его семью порешили. Даже поросяток малых целый выводок не пожалели. Времена-то голодные были, послевоенные, вздохнула пожилая соседка. Вот только один этот малыш и смог спрятаться, поэтому и выжил. А мальчишки сердобольные пожалели поросенка. Понимали, что один он в лесу не проживет, помрет с голоду и сожрут его дикие звери. Вот и принесли его домой в корзинке. Я после такого рассказа и ругаться перестала. Сама ведь учила детей своих добротей взаимовыручки. Вот и плоды моего воспитания подоспели. Ладно, говорю, оставляйте. Картошки да овощей в огороде нынче много. Прокормим. Тогда у нас ведь каждый клочок земли в усадьбе был под огород вспахан. Ничего не простаивало зря. Сделал муж в большом сарай загородку для яшки. Сено туда натаскали и поселили в нем сироту. Причем кабанчик довольно быстро выучил свое имя и стал с удовольствием на него откликаться. Стали ребята кабанчика кормить. Пока он маленький был, брали у соседей молоко для животинки, крошили туда хлеб и с умилением смотрели, как поросенок ест, громко чавкая и причмокивая. Он хорошо кушал и стал быстро прибавлять в весе. Разговаривали с ним как с человеком, а он ходил по двору хвостом за своими спасителями. Пока он был маленьким поросенком, это было забавно. Но поросенок скоро вырос и превратился в огромного кабана, который продолжал ходить как хвостик за мальчишками по всей деревне и даже на речку. Был кабан-добряк, мог запросто зайти в любой двор, где его с удовольствием чем-нибудь угощали, кто яблоко ему принесет, кто кукурузу. От угощений яшка никогда не отказывался. Был только один человек в деревне, который ненавидел кабана, бывший зэк по кличке Порох. За что он не взлюбил животное, только одному ему было известно. Он постоянно возмущался, что времена нынче голодные, а хряк объедает всю деревню. Надо его, мол, заколоть, а мясо между жителями поделить. Или праздник устроить для всех, зажарить свина целиком и всех накормить. Один раз Петро не выдержал таких разговоров и дал Пороху в морду при всех. Тот ничего не ответил, только посмотрел злобно своими маленькими глазками, сплюнул сквозь зубы кровь на землю и молча удалился. Не помню, сколько времени прошло с того самого дня, но Порох затаил злобу и вынашивал план мести. Его ведь унизили при всех, да еще кто? Какой-то приезжий тракторист. Он снести такого позора никак не мог. Однажды ночью я проснулась от страшного грохота. Кто-то ломился во входную дверь. Сквозь сон я услышала, что дверь в сене все-таки не устояла, и там кто-то орудует со страшной силой. Падали ведра, летели со стен тазы, шум стоял страшный. Проснувшись, я поняла, что изба постепенно наполняется едким удушливым дымом. Пожар, самое страшное для деревянного дома. Он сгорает за несколько минут, не щадя никого и ничего. Я быстро разбудила мужа. Мы успели схватить детей и выскочить в чем были на улицу. В сенях мы наткнулись на яшку. Это он выломал дверь и учинил погром в сенях, только чтобы нас разбудить. Дом уже вовсю пылал, и через несколько часов мы бродили по пепелищу, собирая уцелевшие остатки какой-то домашней утвари. А еще в огороде мы обнаружили покалеченное тело пороха. Ему здорово досталось от яшки, после того, как он поджег наш дом вместе с нами и детьми. Выжил порох, конечно, чудом и в итоге опять отправился за колючую проволоку, но уже навсегда изгинул где-то в лагерях. Хорошо, что на дворе была весна и тепло. Пришлось нам всей семьей поселиться в дальнем сарае, у яшки в квартирантах. Дом всем миром за лето новый построили. Вот он и стоит на прежнем месте, за место сгоревшего. «Так что ты, дочка, никогда не говори так больше, не поминай огонь в суе, а то можно такую беду накликать», – закончила свой рассказ баба Феня. «Заговорила я тебя, домой тебе пора. Напоследок еще скажу, беречь надо все, что Богом дано, и мужиков своих, и детей, и дом, и скотину. Я ее наказ потом через всю жизнь пронесла». Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!